господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешную номер 671 события дня 2 езра 427 многие погибли избились пути и согрешили через женщин за 14 октября 2017 года ну какие события покров с праздником все никакого праздника и нету так уже привыкли это бездумно отвечать что интересно получили из греции это событие эпифания андрея вроде вы видели видели видение где можно поставить якобы никто больше не видел а сарацин никаких сарацин нет все это турок понимать и в грецы вообще никак этот день не отмечены совершенно мы в этот день пришли москве в греческую церковь они удивляются да и знают уже это это русские придумали почему покров земля снегом покроется покроется разные молитвы у женатых неженатых посчитал интересно молитвы молились молодые девушки покрой меня женишком вот видишь какой покров может и надо так но не праздник же это вчера мы тут занимались наружным наблюдением еще один объект надо было высветить это дело сложно это если высоко у нас от на дереве или на дому выставлять надо его тросик натягивается к нему прикрепляется через 20 сантиметров такими скрепами уже сам провод провод особый его тянуть надо посмотрел я и надо ли это все но время отняло много ну и вот вечером вечерня была вот это же не придумаешь как господь любовь свою показывает сестры обхватят целует кого смотреть целовать дозы как мы были в окина на дальнем востоке и там библиотекарь такая женщина видно из себя давайте сфотографируемся я стою рядом а может я вас поцелую мне до того смешно там едем дорогой там у костра продымленные и все ну кого там а вот счета положено это обнимают по спине но его одни мощь одни кости я говорю не одни а много все так сестры и братья враждебных нет ни одного которые были они сами отпали ушли и вот меня один волсон там пишет скидывает материал то ли он не не под не подписал его а разные богохульствах как будто бы от него исходит но я вижу что это от ольва толстого из книги его взятого что я верю я ему на это сразу ответил вы привели далеко не полный реестр богохульств этого рыкающего льва из ясной поляны во что я верю но пришло время помирать едет в оптину пустынь и спросить себе прощения и будет за него уже отошедшего мир иной ходатайствует родная сестра мария инакине сей лево отвергал полностью святую библию и только признавал нагорную проповедь истолкова ее всю по своему извращенному блудом уму у мишку исайя 47 10 мудрость твоя и знание твое они избили тебя с пути и придет на тебя бедствие ты не узнаешь откуда оно поднимется и нападет на тебя беда который ты не в силах будешь отвратить и внезапно придет на тебя пагуба о которой ты и не думаешь 1 коринфянам день 19 21 ибо написано погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну где мудрецы где книжи где совопросник века сего не обратил ли бог мудрость мира сего в безумие ибо когда мир своей мудростью не познал бога в премудрости божией то благоугодно было богу и уродством проповеди спасти верующих 1 коринфянам 3 19 ибо мудрость мира сего есть безумие перед богом как написано уловляет мудрых в лукавстве их этот суеслов не верил в бога которому как личности можно молиться не верил бога духовной святой библии и повторял что разве не может природа сделать исключение хотя бы для одного его льва из ясной поляны чтобы ему не умирать и христианс 88 человек не власти над духом чтобы удержать дух и нет власти у него на днем смерти и нет избавления в этой борьбе и не спасет ни чести рахиль загидулина с покровом богородицы вот видишь как у меня разговор с человеком было венчание где он говорит что не пойдет священник на такой грех не надевать венец на голову игнать технич если у вас фото где не надеты венцы я отвечаю весь интернет этим заполнен из брачущихся венчана не более десяти процентов а у остальных идут сзади дружки и держат над головами венцы и всему венчания нет никакого обман уже на сто процентов у таких посему иван жарковский пишет ну и выставил места открыл что венчание заряди в интернете венчание это увидишь там где-то надевает а это не надевает и не надевает большей частью я замечал что в вопросе эритического учения его приверженцы не хотят от него отступать даже если им доказать что они не правы иногда из-за веры родителей иногда из-за того что имеет влияние там и терять это влияние не хотят сейчас включил аудиокнигу про теория александра шмемана самом начале он говорит о секуляризме в сша что в сша больше всего христиан по статистике но отношение у них церкви потребительское подсознательно ввиду того что мне хорошо в церкви я даю ей деньги церковь сша костыль дополнительный для того чтобы на земле было жить хорошо лучше поэтому мне баптизм не нравится даже как движение как-то смотрел фильм лютер 2003 год в нем откровенно очернялась католическая церковь а лютер выставлялся героем а в конце фильма сказали что он положил начало свободе вероисповедания в европе вот его главная заслуга что он привел человека к растерянности человек перестал понимать во что ему верить сотни ветвей даже самом христианстве да не сотни тысячи андрей кура меня восхитил своими словами в одной из передач он сказал что хочет не очернить церковь и привести ее к новой реформации а наоборот хочет показать что можно видеть недостатки отдельных людей в церкви и при этом оставаться членом церкви не делая раскола кстати заметил что наша церковь и тоже католическая раньше она называлась российской православной кафолическая церковь кафолическая это на западный манер католическая вселенская у них святая марта а у нас марфа вот видишь как марфа марта да много таких именно там буква астимилированный звук межзубный если допустим у них там какие слова есть мартин но там по-своему мартин фома там том сойер том т и ф фома это одно и то же слово михаил кальмаев он пришли под роликом такой едут к игнатию тихоныч и все держится на нем с 2011 года я каждый год приезжаю потеряевку и именно к игнатию тихоныч и с володей пащенко без него деревня будет жить но тот нерв и та напряженность белах веры которая в нем все это исчезет а вообще-то исчезать и нечему потому что нет этого в деревенских к сожалению нет там последователя игнатия тихоновича лапкина и лагерь детский и гости местным не нужны приезжие даже мешают нарушают покой жителей народ деревни работящий добрый но на первом месте свое своя семья свое хозяйство и отвлекаться на чужих не будут без игнатия тихоныча будет как на свадьбе который он рассказывает разденут может найдется некто кто подхватит знамя игнатия тихоновича на сегодня таких не видно с такими качествами лидера и с таким неравнодушием и верою как у него бог его знает мне много раз уже это говорили вот без вас как будет я горю как без стефана народ великий плащ сделал так здесь на крови рождался новый и как мы знаем он намного выше был стефана может быть и стефан таким же был бы апостол павел так что бог знает я считаю почему-то что книги и проще у меня силу возьмут после моей смерти тут я мешаю личные камни отношения то что я действительно неравнодушен обличаю местописание привожу не нравится им все некоторые даже в церковь не пойдут приезжие там другие за меня потеряевский есть такой один еще было два но он сразу отпал вот не ходит на занятие потому что я их виду а я и не виду занятия это как раз меня спрашивают отвечаю но я уехал стал вести виктор николаевич савченко пошел тот человек нет дальше батюшка ведет занять он пришел нет не пришел то есть это отговорка одна это как в житии федора священного упахомия он видит что древность написание знает и сказал что сегодня и говори проповедь занятия виде монахи человек 47 поднялись и вышли еще какой-то там молодой да будет он учить нас и он их не может никак остановить они поднялись и пошли демонстративно но монастырь это большой был 11 тысяч монахов ни одного нету нигде все вымерло вообще нету даже духу и это уже много сот лет назад почему не было живой веры не было благовестия не было рождение духовного вот посмотреть надо наши ресурсы сегодня вот что-то иметь жумакулов несколько раз уже сегодня он заходит я ему отвечаю а он другое вот сегодня он писал сколько здравствуй нате тихоныч у меня такой вопрос если у меня будут вопросы про веру то мне эти вопросы прямо здесь писать спасибо я отвечаю только по скайпу а по скайпу только по видео вопрос отвечаю четырех по москве кроме воскресенье воскресенье с 12 опять он это понятно и на техно значит я вам потом сапе текстом вопрос задам спасибо большое храни вас господь я вас понял я говорю только только-только что по скайпу по видео видео я отвечаю, да, он говорит, я понял, понял, а совсем не понял. А текстом вам можно писать? Я ему скидываю наши данные, где можешь все найти. Быстрый вопрос. Как у вас программа Библии называется? Вы всегда на своем компьютере открываете Библию. А как у вас эта программа Библии называется? Да не знаю. Вопрос. Игнатий Тихонович, вопрос. Это программа. Опять. Все, я уже ответил и больше отвечать ничего не буду. Почему-то его не тянет. Чтобы видно было друг с другом, беседовать было. В скайпе он бы, я бы сидел, буквы набирал, тут у меня абсолютно некогда. И здесь, если он согласен, я пишу, что у нас все выставляется. Что тут непонятно? Вот так. Текстом-то писать. По скайпу пишу только. Все записывается и выставляется в интернет. Что непонятно? Ясно? А он дальше сразу, я могу текстом, то ли нарочно пишет, то ли непонятно. Когда я тут яснее, ясного я говорю. Ну вот форум тут один. Зашел сегодня. Вопросы. О вопросах юноши. Вот он был, изблудился он. Ну это твоя жизнь, я тебе что могу сказать? И вот его мучают, и он начал там что-то делать, его в дурдом. Ну мне-то зачем это знать? Зачем эту грязь развозить? Настев, Николай. Кто хочет, тут может посмотреть. Чего ему надо ответить? Почему я должен сидеть? Ты изблудился, а я должен теперь отвечать, вытаскивать тебя. Ты знаешь, чистый, к чистому лепится. Вот. Ну и показан наш православный видеоканал во свете Библии открытым оком. Что интересно, комментариев сегодня было 9 утром, и ни одного не было ругательного. Сейчас-то то ли баптисты уже устали ругаться. Ох и злобные такие бросаются. А и приехали только петь, петь и петь. Пойте дома, сидите там, мурлыкайте. Как коты. Привыкли только петь, петь и петь. Разрешить конфликт с Никитой 85. Вот Виктор Цавченко 89. Это за один час пришло. Но это наши клиенты. Вот. Символика атрибутика масонов. Ну и во свете Библии православный библейский сайт. Я уже все данные скинул. Вот здесь вопросы и ответы. Сейчас я 9-й озвучиваю. Вопрос. 55 папок. Вот. Что интересно, что это мне скинули, или я наткнулся. Сейчас не знаю. Вот такое. Спасибо всем, кто нам мешает, кто нам намеренно вредит, кто наши планы разрушает и нас обидеть норовит. О, если б только эти люди могли понять, какую роль они играют в наших судьбах, нам причиняя эту боль. Душа, не знавшая потери, душа, не знавшая обид, чем счастье в жизни будет мерить? Прощение, радость, с чем сравнит? Ну, как мудреть и развиваться без этих добрых, злых людей? Из ими созданных препятствий возникнут тысячи идей, наполненных добром и светом, и повторю я им сто раз. Спасибо вам за все за это. Но что бы мы делали без вас, Валентин Гафт? Ну, будто стихотворение это написала и женщина, ну, к нему, ему приписывают. Ну, по-христиански, да, вот я решил узнать, как этот еврей распорядился своей жизнью. Живет он, артист, посмотрел фильмы, которые он участвует во многих фильмах, но нигде ничего нет. Он говорит, особенно злодеев у него хорошо получается, у него форма лица, там показывают, все интересно, как. Ну, бывает такой артист, что он только на добрые роли на какие-то, на другие он не подходит. Посмотрите, «Семнадцать мгновений весны». Ну, кто бы эту роль исполнил, вот так. И один и тот же человек этот, вы знаете, о ком я говорю, вот исполняет Бим, черное ухо. Вот и такие роли, такие у него и есть. Она злая, он не подходит. вот этот именно разбойников, злодеев разных, и сам о себе и говорит, что подходит на эту роль. Ну, кто-то Шарикова должен исполнять, а Толоконников, но тут гавка. Фамилия такая, ну, все подходящее ему. Вот это я, между прочим, сказал, не осуждая. Не осуждая, мне просто это интересно. Вот. Когда начинаем мы здесь озвучивать кое-что, я беру из войны. Не всем это тоже нравится. Вопрос 3532, 23-й том, открытый Моуком. Согласен, что христианам не следует никого убивать на войне, но тогда тебя убьют свои же. Что же делать? Ответ у Бога всего много. Отказников, кто оружие в руки не брал, не всех расстреляли. В последнее время стали более раскованно печатать воспоминания фронтовиков, и мы стали узнавать, что были православные, видимо, из подпольных ИПХ, из тектантов, кто не пожелал стать убийцей, и они остались живы, не запятнав рук своих кровью в самых опасных случаях жизни. Локомотивщик. Алтая. Газета. 12 октября 2007 года. Страница 3. Штрафбатя. Командир штрафной роты Николай Смирнов. Кавычки. Другого бойца направили в штраф роту за то, что отказывался брать в руки оружие. Баптистом оказался. Его ставили перед строем, грозились расстрелять, а он ни в какую. Мы с политруком поразмыслили, что делать, и придумали. Определили его в санитары. Так он вытащил с того света столько наших парней, сколько не каждый прицов пострелял. Шел он всегда в первых рядах, и живой остался. Вот вам и вера. Вот тут есть такой фильм. Там, видимо, «Адвентист седьмого дня», и как он, это американский. И он тоже спасает. Псалом 107.11. Кто ведет в плен в укрепленный город. Откровение 13.10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Если бы искренне верили в Бога, доверялись Ему во всем, то не нужна была бы и армия, и враги даже не появились бы на горизонте. Вот как в Коста-Рика. Это понимал царь Давид еще три тысячи лет тому назад. Вот как. Псалом 80.14. О, если бы народ мой слушал меня, Израиль ходил моими путями. Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей, ненавидящих Господа, раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницей, насыщал бы их медом из скалы. Не отпчел. Стихотворение. Воспоминания вояк-пенсионеров к покойникам прилепят, протравленное сплошь табачным ядом. Тьма совершенна, египетская ночь, засили мрака над страной несчастной. И как с Израилем, все повторилось в точь, но вместо Библии лишь ленинские басни. Фронтовикам счастливо уцелевшим Бог Его шанс оставил к покаянию, но вновь попутал бес лукавый леший, над верой коммунисты беспробудно пьяны. Слепцы отжившие бормочут про победу, рабы греха, плененные страстями, не внешне только, но духовно бедны, мешки из кожи с хрупкими костями. А Бог все ждал. Он, любящий отец, расхристанных и бритых оборванцев, что вот одумаются, свиньи, наконец, и посоветуют за стол к отцу пробраться. Фронтовики, невольники из детства, победа пирровопирующих останков, перед дорогой в вечность вам присесть бы и помолчать о подвигах поганых. Вы все убийцы, все, почти до одного, вы побежденные грехом и злобным бесом. Мы без Христа мешки костей и гной, и легче пустоты. Бог нас писанием взвесил. 18 октября 2007 года, 10 лет назад, мне пришлось так написать. Я думаю, на сегодня хватит. Во славу Божию!